всем привет и вы на канале посвященный айрсофту гиас тактикул играем мы сегодня в риге полигон залит и погода конечно выдалась не очень тонкий было промозгло сыра наши командники тряпки жестко врубили диванный режим поэтому на игру приехали самые стойкие мы с дедом и вот мы уже рвемся в атаку но для начала давайте пробежимся по заданию наша база мертвяк находится вот тут с противоположной стороны расположилась база соперника центре полигона находится два ящика в каждом из них находится по воздушному шарику на синего и красного цвета наша задача предельно проста отыскать ящик соперника и уничтожить шарик вы же сделаем два хитрых старпера решаем обойти по лесу и ударить соперника с фланга наш план был пробраться в тыл к сопернику занять тактическую высоту и оттуда уже их наказывать и и в принципе план был неплох но мы не учли тот фактор что игра длится всего лишь 30 минут а мы протормозили довольно таки очень сильно в лесу тем самым потеряв драгоценное для нас время сегодня играю со снайперкой в руках у меня та самая sg24 от ноулича стреляют 0 45 мишарами от фирмы спект на армс и поскольку мы выбрали тактику обхода первая часть игры для нас не выдалась особым экшеном большим количеством перестрелок но зато у меня будет время рассказать вам что такое аэрсофт снайпинг для меня как я к нему пришел и дать какие-то возможно полезные советы для новичков походу в аэрсофте я уже шесть лет скажу вам точно такую вещь что геймплей кардинально меняется от того какое вооружение вы используете своим калашом я отбегал если память не изменяет примерно четыре с половиной года потом просто захотелось внести каких-то новых ощущений и я решил попробовать себя в роли снайпера я сделал правильно для себя выбор потому что игра просто стала абсолютно другой она стала можно сказать фразы интереснее тут вы уже не побежите с криком ура на позиции соперника не будете засыпать шарами предполагаемое их место тут уже игра больше становится похоже на охоту вам надо выследить цель прицелиться дождаться идеального момента следить за боковым ветром зато и дыхание сделать выстрел тогда когда вы будете уверены что вы попадете и вот он тот самый долгожданный момент я замечаю цель прицеливаюсь порой кажется что время замедляется ты спокоен ты должен сделать идеальный выстрел ты затаиваешь дыхание и хрен закончили шары в обойме вот вам первый совет убедитесь что ваша обойма заряжена и всегда перед важной вылазка лучше всего перезарядить на обойму полностью заряженную чтобы не попасть такую казусную ситуацию как я конечно стыд не позор но надо исправляться я полностью заряжен и готов к бою противник все еще там дело сделано через дорогу снял этого проходить и в здании внутри сообщил по рации деду что все в порядке можем двигаться дальше в тот раз мы сильно погрузились в игровой процесс играли даже чересчур аккуратно на чем мы потеряли очень много драгоценного времени пришлось вырезать добрый десяток минут видео а то и больше дабы не повернуть вас в сон долгожданный момент выдвижения а то и уже там чуть корни не пустил перебежать и все я перебегаю дорогу первой и вот вам небольшой совет перебежав займите позицию и контролируйте ту сторону откуда исходит максимальная угроза тем самым дав вашим с командником беспрепятственно пробежать последний игрок хлопает вас по плечу сигнализируя тем самым что они перебежали и вы можете сниматься с позиции аккуратно медленно но верно двигаемся в сторону противника так что если вы двигаетесь в группе лучше бы назначить замыкающего который будет поглядывать что происходит у вас за спиной потому что может быть кто-то там притаился или кто-то заблудился и вышел вам спиной расстрелялся в вашу колонну это не обязательно что надо идти постоянно спиной к своим сокомандникам и постоянно смотреть назад но время от времени поглядывать стоит подходим к зданию парни с автоматами проверяет на наличие соперника я тем временем поглядываю со стороны после того как мне сигнализирует что здание все чисто можем двигаться дальше снимаясь позиции захожу аккуратно выходим парни продвигаются вперед я начинаю смотреть по сторонам чтобы обеспечить максимальная безопасность для нашей группы все тихо и спокойно и не встречая никакого сопротивления спокойно продвигаемся к намеченной точке главная ошибка многих игроков а зачастую всех новичков это то что никто никогда не присматривает тылы и смотрит по сторонам все нацелены только туда где идут выстрелы где идет мясо лишь бы пострелять а то что могут зайти сбоку или в спину это никого не волнует до тех пор пока это не происходит и вот вам яркий пример там первый выстрел мимо 2 выстрел все же достиг цели и сигнал конца игры и это как раз то о чем я говорил что план был неплохой но двигались мы слишком медленно придем на эту позицию хотя бы на минут пять пораньше мы бы смогли бы переломить ход событий а вот и другой раунд будет все подинамичнее все просто дед матч 30 минут две стороны бесконечной жизни ну и давайте посмотрим что мы придумали на сей раз наш мертвяка база находится вот тут тут находится база соперника мы решаем занять вот это вот здание и контролирует добрую часть полигона и тем самым не дать нас взять в окружении слева мы замечаем группу веселых ребят уже выдвинувшуюся в нашу сторону готовы накормить нас шарами слава богу беспрепятственно мы успеваем добежать до нужного нам здания занимаем позицию пока все идет по плану помиджу укрытие 3 тополя прям как на ладони просто рай для снайперов один есть второе да опять же приношу извинения скалибровкой камеры которая с прицела у меня возникла опять небольшая проблема получается не совсем по центру но и работа над этим тем временем у нас уже пытаются обойти справа возьми справа возьми справа окно вот это чтобы эти смертвика не подошли сколько здание контролируем один сужу успел пробежать я решаю встретиться с другой стороны я предполагал что он хочет к нам зайти со спины но он все же занял соседнее здание и уже оттуда вел панамагоди ты можешь лучше сзади посмотреть а спереди в этом эпизоде у меня возникли вопросы мне кажется попадание все же было очень много просматривал этот момент мотал по кадрам просто было интересно и я заметил что есть рикошет но рикошет это не от моего выстрела шар прошел раньше все же ну как есть так есть и вот сразу же второй эпизод с этим же джентльменом опять же как я вижу попадание было мой шар прошел ниже и попал в район руки подтвержден он не был но обвинять никого ни в чем не буду потому что бывает действительно шар проходит в миллиметре и это незаметно бывает бывает человек просто не чувствую я вернусь хотя беда не а 0 45 шара я очень сильно сомневаюсь что нужно не почувствовать ну будем считать что я захожу я вернулся и снова готов к бою сейчас буду пробовать выстрел на максимальную дистанцию первый выстрел мимо брал с поправкой наверх жаль нету дальномера конечно очень бы хотелось замерить дистанцию но как как мне кажется но метров 100 там есть точно а вот второй выстрел достигает цели кстати забыл упомянуть выхлоп сейчас на винтовке у меня показывает 190 192 метра зиму за спиной у меня парнишка вот стоит он явно заскучал так как его аек не может не затянуть ни до одной из целей это конечно главное преимущество снайперской винтовки что она бьет намного дальше вот но вместе мы сработали там таки неплохо как лучше в традициях снайпер и споттер не дает цели мое дело только их разработать у парнишки явно повезло очень пошел и не отхватил хотя было очень близко но и и и и и и и и и Продолжение следует... Так это ж Борис хрен попадешь Мало того, что у него действительно хрен попадешь Так и при попадании пули отскакивают Ну да ладно, у меня слишком дорогие шары для этого Ну а игра и соответственно видео подходит к концу На сегодня это все В новом году я вам желаю счастья, радости, благополучия Ну и конечно здоровья С вами был Гиас, всем пока